всем привет перед тем как перейти к обозначенной теме хочу показать свои источники то есть на чем я буду основываться то что я буду сегодня говорить первое первое хочу посоветовать книгу элементы статистического обучения она доступна бесплатно то есть ее стендвардский университет выложил можете скачать естественно английском страниц там много 700 прошу еще внимание обратить внимание на производителя спринга у него очень много книг связаны с этой областью так или иначе там различные плюшки есть ладно в общем они делают множество книг относительно data science так вот что я хочу 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 показать так я хочу найти вот контент то о чем я буду сегодня говорить а я буду говорить о линейных методов для регрессии то есть мы разберем некие некие топики некоторые подробно разберем некоторые очень кратко разберу я лишь показываю куда можно обратиться за более подробной информацией или если вы считаете что я где-то сказал чушь вы можете посмотреть уточнить может я и правда сказал чушь и уточнить этот момент для себя или более преснить это первое здесь скажем так основная теория второй момент или второй источник где вы можете подчеркнуть теория на степике есть курсы по статистике от анатолия карпа и в частности в одном из них он более подробно разбирает линейную регрессию ну собственно вот вот эти вот вещи линейные взаимосвязи логарифмические трансформации проблема гетероскезистичности и так далее то есть вы можете прослушать здесь можете послушать меня у него есть еще вопросы то есть вы можете себя немного проконтролировать вообще этот курс в принципе я тоже вам рекомендую это второй теоретический источник на третий уже скажем так больше практический но вы также можете найти и некоторые полезные теоретические вещи но в целом там теория очень-очень слабо по отношению первым двум источникам особенно по отношению к первому очень слабо этот курс больше направлен на практику и на практику на языке р в первую очередь то есть там примеры приводится на задание приводится на р но вы можете попробовать все основные технологии которые так или иначе используются машинам обучения и частные линейные агрессии логистическая 3 кластеризация визуализация то есть базовые такие вещи вы можете попробовать как я сказал этот курс направлен на практику то есть они говорят как сделать говорят основные моменты и вы выполняете какое-то задание данный курс он находится он за архивирован это первое что то есть вы этот курс от дэпс как мы видим да то есть там вы можете сертификаты бла-бла-бла но здесь вам не дадут то есть этот курс вы делаете исключительно для себя но поскольку в нем скажем так достаточно много практики поэтому я считаю что вы можете посмотреть может заинтересует может кому-то понравится задание то есть задание на самом деле там достаточно простые заодно потренируйте свой английский понимание как формируются там проблемы на английском и собственно порешать немного задачи или посмотреть вопросы как они разбирают как они анализируют задание повторюсь не очень сложные даже и даже если у вас даже английского не очень высокий уровень с гугл переводчиком все понятно будет и еще здесь сделал небольшое дополнение что вы можете посмотреть ответы то есть вы зайдете какой-нибудь интересующий вас юнит и можете затем посмотреть ответы давай перед почему не хочет не поем почему не открывается короче там есть кнопка типа а вот вот шоу 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 ансо то есть вы просто пишите ответ то есть это чисто на вашу честность вы вы это делаете ради себя а не ради там кого-то просто если вы хотите потренироваться в языке машинном обучении по моему это хорошая такая вещь так все об источник как я рассказал так что давайте я закрою перейдем к теме 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 тема у нас сегодня линейная регрессия я уже делал видео о линейной регрессии как его посчитать как она выглядит вообще линейная регрессия то есть это просто комбинация коэффициентов и наблюдений по сути дела то есть то есть у 0 плюс то есть это был свободный член плюс b1 умножить на x на x1 и так далее то есть это классический такой вид да теперь то есть мы знаем как считать аналитически сейчас нам нужно просто посмотреть как эта программа делается я выбрал язык R потому что он просто более наглядно некоторые вещи иллюстрирует и более удобно на языке python будет все то же самое возможно будет несколько сложнее вынуть аналогичную информацию но при желании можно хорошо поехали вот у меня есть дата сет wine ну давайте посмотрим что это такое wine wine то есть это как мы видим 25 наблюдений year price winter rain чего-то среднее average harvest rain то есть осадки как-то у нас дважды здесь возраст in France population France population тоже немного непонятно немного непонятно ну ладно смысл в том что по данному дата сету мы будем пытаться предсказать цену по оставшимся характеристикам для этого мы построим модель 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 так так вот модель построили модель все одна строчка все все больше делать ничего не нужно вот так вот быстро не то что у нас там заняло сколько там 40 минут и я делал про это про аналитическое вычисление коэффициентов да а тут буквально одна секунда и все готово правда здесь данных маловато поэтому считается но в принципе все готово к слову еще что стоило бы упомянуть давайте я скажу вот я в прошлый раз писал а ла 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 так я в прошлый раз аналитическим мы считали через эти как их называются что-то так вылетел мне из головы а через производные и систему этих линейных уравнений да но есть еще другой способ это посчитать коэффициенты через матрицы то есть есть такой нормал эквейсион линейных то есть там вот буквально смысл вот 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 ваш вектор коэффициентов находится вот по этой формуле все то есть вместо того чтобы вот использовать темензом на практике программным образом можно это зашифровать через через просто матричные действия то есть вот это все матрицы то есть транспонирование умножение инверсия умножение снова инверсия и здесь он умножить еще на вектор ответов нормал эквейсион потому что используется норма при выводе то есть в этой линейной алгебре есть такое понятие нормы кому интересно тот посмотрим здесь стоит еще упомянуть что когда мы используем таким образом это у нас у нас умножение 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 сложность умножения двух матриц это пропорционально n-кубе грубо то есть о большое это n-кубе поэтому оно не всегда эффективно и иногда используют другие методы каким образом считается вот там конкретно зависит от того что вы вернее не что вы а да на какой фреймворк вы используете где-то вообще вы будете сразу использовать градиентный спуск где-то можно будет использовать вот эти матричные вычисления бери я предполагаю идут просто матричные вычисления хотя не уверен да и если честно пока мне это не интересно ладно кому интересно вот конкретно как где все реализовано просто имейте ввиду что есть разные подходы к тому как вычислить данные коэффициенты то есть есть аналитический метод связанных плотно с градиентным спуском то есть вы там будете все же эти производные решать только решать вы их будете не в чистом виде а немножечко по-другому то есть вы там будете использовать итеративный механизм для подсчета ладно и вот есть еще нормал хорошо каким образом посчитали ну и давайте поехали то есть возвращаемся к нашей задаче задача следующая мы хотим предсказать цену 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 для вина для французского вина слову этот датасет он достаточно известен я его взял из за вот этот пример рассматривается из в этом в курсе MIT который я показал раньше на edx то есть они его там разбирают поэтому кому интересно может датасет там взять здесь в принципе ничего особенного нет хотя так ладно мы хотим предсказать цену поставщихся признакам вот наша модель да строится надо в одну строчку некие общие выводы давайте посмотрим теперь на общие выводы с помощью команды summary и вот ух ты так уехал не туда вот наша модель сперва у нас что мы вызвали какая формула а какая формула цена то что нас интересует потом тильда и здесь мы переписываем название переменных которых нас интересует здесь я указал только 4 переменные то есть здесь как минимум больше переменных и и передает также дата сет на котором мы остановимся в данном случае это дата фрейм wine окей вторым здесь как мы видим вводятся остатки то есть классическая такая статистика мин макс медиан и так далее они нам обычно в таком виде неинтересны так дальше идут коэффициенты а вот это вот уже интересно дальше очень интересно поскольку собственно благодаря ним мы и строим линейную регрессию вот наши коэффициенты интерцепт то есть b ноликовая и наши конкретные коэффициенты уже при признаках то есть 0,6 почти 0 и так далее и так далее есть что еще интересно и о чем стоит сказать вот поскольку модельная регрессия имеет вот такой вот очень простой вид ее очень-очень легко внедрить в любой программный продукт то есть вы сделали предварительный анализ данных неважно в каком языке сделать да а потом все что вам нужно сделать это просто реализовать каким-то образом вот эту функцию то есть вы либо напишите то есть здесь уже язык будет не так важен я вот к чему напишите вы на джаве там не знаю на скале на кложуре это же просто функция или метод в зависимости от языка да то есть очень легко его можно внедрить в конечный продукт линейной регрессии вы где-то там в сторонке посчитали оценили нашли эти коэффициенты и все жестко зашили эти коэффициенты затем очень просто то есть внедряется в конечный продукт очень-очень просто хорошо вот мы взяли наши коэффициенты но наши коэффициенты признаки но все признаки мы хотим внедрять и здесь R предоставляет нам классную подсказку в виде P-value и он даже делает некую графическую иллюстрацию значимости то есть смотрим Significance Codes и здесь как мы видим 3 звездочки 2 звездочки то есть когда вы видите звездочку это значит уже важно если что-то другое или отсутствие это значит мы не можем говорить что данный признак статистически значим может значим а может не значим однозначности нет тут еще возникнут проблемы когда ладно поговорим о них чуть позже пока имейте ввиду что вот эти 3 звездочки вам показывают что данный признак значим значим чем больше звездочек тем больше значим дальше поехали теперь каким образом прочитать проинтерпретировать давайте вот на вот этом average если мы average увеличим на одну единицу а остальные переменные мы зафиксируем то наши зависимые переменные умножат увеличится увеличится на 0 6 десятых то есть мы не просто говорим что это переменная значима мы еще и говорим насколько она значима то есть мы получаем вот благодаря вот этому подходу вот этому регрессионному анализу вот этой линейной регрессионному анализу мы получаем очень много дополнительной информации правда нужно будет еще мы не можем получать ее когда хотим но о некоторых некоторых требованиях мы поговорим чуть позже и некоторых проблемах дальше research standard error это это тоже не важно в принципе это важно будет если вы будете публиковать какую-нибудь работу надо будет указывать степени свобод но на практике точки зрения data science такого прикладного когда вы используете именно методы машинного обучения хотите получить какой-то ответ это уже не важно как и в принципе статистика тоже особо не важна вам нужно вам нужно просто чтобы модель работала и получала ответ и получала хороший ответ все вы уже не концентрируете внимание на степенях там свободы все это вас мало волнует все эти доверительные интервалы все это нет это безусловно помогает в общем при анализе но акценты сильно смещены так ладно давайте вот поговорим об r-square adjusted только то есть это некое такое более правильное значение r-square r-square показывает насколько наша модель то есть по сути дела вот наши вот эти вот коэффициенты да определяют зависимое переменное причем я говорю определяют то есть я хочу подчеркнуть что здесь нет жесткой причинной зависимость зависимости именно определяют они являются причиной этого же максимальное значение здесь равно единице соответственно чем ближе к единице тем лучше и последнее здесь интересный одно относительно интересное тоже связано больше статистикой чем в реальности используем машинного обучения это f-статистика и здесь надо интересует прежде всего вот это вот f-значение вот эти степени свободы они просто нам помогают хотя для начала сама статистика равна 24 к слову вот когда вот этот f очень большой то f-значение очень маленькое ну и степени свободы это просто чтобы посчитать статистику p-value это у нас значит обычно обычно да его критичное значение пороговое треш-холл везде принимается 0,5 0,05 то есть вот когда здесь как мы видим значительно меньше чем 0,5 да здесь аж 10 минус 7 это говорит о чем вот эта статистика что наша модель гораздо лучше базового случая а что это за базовый случай давайте посмотрим что такое базовый случай так 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 каракуэй сейчас смотрите предположим у нас есть модель x1 и y да я сделаю простой вариант то есть b0 плюс b1 на x1 то есть только одна переменная модель у нас присутствует и допустим у нас есть разброс переменных вот нулевая гипотеза то есть то с чем мы сравнили говорит что по сути дела наши признаки как будто бы распределены распределены вот таким вот образом и по сути дела взаимосвязь описывается вот константной прямой то есть не вот не не вот это вот то что мы получаем а сравниваем мы с некой константной то есть это наш базовый случай а base кейс base базовый случай а это то что мы получили когда посчитали все то есть то есть мы сравним по сути дела вот эту модель вот с этой моделью и вот это вот f значение которое мы там получили это вот разница между вот этими двумя моделями вот это вот и вот значение вот это не что иное как среднее среднее давайте я лучше по английски напишу букв меньше мин которое 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 принимает вот y да по x по значению по то есть признак вот x мы просто берем вот и считаем среднее и в итоге мы получим наш 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 ответ ну или по другому еще можно было чтобы совсем наглядно все было вот допустим у нас есть x и всего пять наблюдений допустим 1 2 0 чтобы еще то взять ну допустим минус 1 и минус 2 то есть среднее у нас здесь 0 то есть а и когда нам пришло бы любое другое следующее значение да мы могли бы сказать что у равен нулю о я здесь не совсем правильно я здесь хотел и написать вот здесь вот y а вот здесь какое-то значение x и там но здесь не важно что было бы главное что вот здесь вот y да и вот здесь y и нам пришел какой-то другой x ну который не был до этого у нас наши обучающие выборки и мы хотим сделать какое-то предсказание так вот мы предсказание делаем когда мы используем базовый случай мы просто среднее берем вот что это значит мин и это наш базовый случай и мы его сравниваем с нашей новой гипотезой и f собственно просто сравнивает если мы получили значение f по валю меньше чем 0.5 то значит наша модель класса но она на самом деле почти всегда будет классно так что это здесь не так принципиально то есть то есть вы всегда будете получать ну вот здесь вот очень очень редко будете получать когда значение неадекватное смысл когда значение больше чем 0.5 если вы уже подобрали данные которые вы думаете и вы знаете что они ну как-то зависит то есть у вас зависимая перемена она как-то зависит от других поэтому вот здесь вы будете всегда получать практически всегда меньше 0.5 поэтому это не так важно здесь самое важное вот вот эти вот коэффициенты то что они значимы и вот этого значения еще можно на него обращать внимание смотрите вот если я вот сейчас запустил давайте я это сделаю так давайте я вот вычеркну сейчас например вот эти два признака и посчитаю по новой модели и видим видите adjustsqr он уменьшился то есть по сути дела я выкинул признаки которые вносили дополнительный вклад в мою модель то есть это таким образом вот через этот вот adjustsqr вы можете еще оценивать эффективность своей модели ну и конечно же вы можете эффективность использовать просто сравнивая остатки у моделей это тоже можно делать то есть сумма остатков а можете поможете через adjustsqr такс значит такс вроде как я поговорил да теперь так сколько там уже 29 минут ну как долго хорошо теперь давайте едем дальше теперь поговорим о требованиях о требованиях давайте чтобы это дело начать иллюстрировать посчитаем для всех переменных и сразу посмотрим некие проблемы и вуаля у нас здесь один признак исчез что произошло плюс у нас winter rain стал уже незначимым что произошло я напомню что winter rain у нас был слабо но значимым то есть звездочка здесь а здесь уже точечкой говорит что незначимый то есть здесь вот п значение одна десятая что же произошло в принципе вот глядя на этот вот датасет уже можно заметить year и age здесь присутствует жесткая линейная связь между двумя признаками очевидно ведь так между year и age а вот помните когда мы решали линейные уравнения чтобы найти коэффициента а если один столбец признаков полностью определяет второй столбец признаков то что мы в итоге получаем мы получаем при решении при решении да мы получаем множество решений то есть мы получаем неопределенность когда у нас линейность между признаками является стопроцентной то есть когда коэффициент корреляции равен единице вот здесь вот здесь вот нужно какой-то признак обязательно вычеркнуть сразу не оставлять его ну как видим некоторые библиотеки помогают нам в этом и подсказывают что вот нужно этот вычеркнуть на и да мы можем его затем вычеркнуть теперь дальше покажем смотрите вот изменилось еще значение здесь по value значения то есть winter из-за разряда значимых перевелся в разряд незначимых здесь чем это может быть связано опять взаимосвязи между нашими признаками то есть когда один признак определяет другой признак тогда вот вклад он как бы размазывается между признаками вклад я имею ввиду в определение зависимой переменной и значение некоторых признаков оно вот из-за этой зависимости то что одна один признак определяет другой признак меняется поэтому прежде чем вообще начать строить какие какого рода модели и погружаться в анализ данных и делать какие-то выводы о значении переменных мы можем и наш наше как это называется зависимое переменное увеличивается вот на это значение нет здесь уже такой фокус не пройдет мало того что это переменное незначимое так мы мы подсильно подозреваем поскольку мол уже у нас есть другая модель что здесь присутствует какая-то связь между винтеррейном и чем-то еще в принципе можно найти корреляции здесь не знаю корреля корр ну давайте корр кальк и не знаю сработает нет так корр корр лайк передаем дата а вот корр лайк и так посмотрим винтеррейн винтеррейн а как мы видим он коррелирует с отрицательно с а слабо но коррелирует то есть а частично может говорить определяет винтеррейн и это в итоге сказывается на то что значимость падает я к чему это веду вот когда есть еще вот значимость да ой когда есть корреляции вы можете потерять некие признаки вы можете выкинуть по случайности мы поэтому должны построить сперва графики корреляции например давайте вот такой график построим так а здесь корреляция еще мне нужен график ну давайте так давайте я тут изменю на плот не построился вот построился вы видите это вообще класс ну для нас что они нет такого нет корреляции а здесь между эйджем и смотрите вот жестко проследуется сильная взаимосвязь корреляция то есть одна переменная определяет другую переменную я подчеркиваю я говорю определяет то есть таким образом я подчеркиваю что здесь не причинно-следственная связь а именно корреляционная связь то есть я провожу корреляционный анализ хорошо так вот я хочу сказать что вы по-хорошему по-хорошему должны взять и каждый признак каждый с каждым посмотреть а как он соотносится друг с другом если вдруг вы нашли сильную сильную взаимосвязь не линейную не линейную когда вот жестко x жестко определяют дело x2 когда они равны ну и допустим с каким-нибудь коэффициентом частном случае то вы просто один столбец просто пожалуйста удаляете хорошо хорошо а вот если у вас допустим не линейно а вот ну как то вот так например идут значения неудачно на точке изображать ну ладно несу смысл в том что здесь скажем так не жесткая линейность а какой то есть разброс то есть присутствует допустим высокая корреляция например 0,95 и вот здесь вот мы теряем возможность интерпретировать значения вот тут ранее вот эти вот насколько увеличивается мы даже можем потерять значимость и есть такой интересный метод называется метод главных компонентов по-английски по-моему он так записывается ну ладно метод метод главных главных компонентов когда есть на нем я как-нибудь поговорю потом я лишь хочу здесь пока идея сказать что мы можем из двух признаков состряпать один признак допустим один признак два я то есть я благодаря методу главных компонент когда есть явная жесткая сильная корреляционная связь может заменить с помощью одной переменной которая будет описать обе эти связи обе эти переменные вернее то есть по сути дела ведется скажем так новый признак который одновременно характеризует оба вот эти два то есть происходит некое сжатие данных признак сделали вернее показали что есть вот такая проблема как ее можно решить либо вы можете просто взять один из признаков просто удалить тоже можно потому что не смысл держать два признака которые по сути дела одинаково влияют то есть достаточно одного второй признак он не информативен по своей сути становится поэтому значимость и теряется признака вот это p-value которое мы смотрели хорошо разобрались эта проблема называется проблема мульти-коллинеарности проблема мульти-коллинеарности так едем дальше едем дальше это все у нас конечно хорошо да мы разобрались с самими признаками но когда мы строим модель мы помимо взаимодействия признаков между друг другом должны еще посмотреть как они соотносятся к зависимому признаку то есть как каждый отдельный x каждый отдельный x влияет на y то есть какое какую диаграмму рассеивания какой график рассеивания какой scatterplot по-английски мы получим если построим данную взаимосвязь то есть в идеале в идеале запомните мы хотим всегда получать нечто похожее на линейность 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 нечто похожее на линейность в идеале чтобы каждый x каждый x определял y через линейную связь это очень очень важно давайте посмотрим альтернативный вариант допустим у нас не линейность а нечто парабола пришла парабола и мы используем наш линейный метод и получили вот такое ну и как это и как этим пользоваться как там при иксах вот это значение просто взлетает а у нас здесь линейность то есть мы не можем нормально экстраполировать данные мы даже вот на наших конкретных данных вот на наших конкретных данных получаем плохое значение то есть у нас даже интерполяция не работает то есть у нас ни экстраполяция не работает ни интерполяция не работает ничего не работает толком должным образом когда связь нелинейная поэтому нам нужно опять задуматься как это пофиксить как это пофиксить и здесь есть такой интересный метод вернее не метод а подход даже это смотрите вот вы взяли вот икс первоначальник и его трансформировали в другой икс например такой что он допустим я здесь один назвал а штрих это трансформировал и он равен корню квадратным квадратным из х1 и в вашей модели вы теперь используете не то есть вашу модель строите не не вот по этому значению вы вашу модель начинаете строить вот по этому значению которое по сути дела является корнем из первоначального значения то есть вы преобразовали первоначальные значения признака в новый столбец по сути дела и впоследствии вы используете именно его а вот об этом вы забываете соответственно всякий раз как потом вы получите модель да линейную x b0 плюс b1 на x1 а вернее здесь b1 вернее только здесь не x1 а здесь x штрих то есть вот этот x штрих не что иное как корень из x1 то есть по сути дела вот что происходит мы от линейности от линейности от линейности от линейности переходим к нелинейным взаимодействиям то есть у нас может быть теперь парабола у нас может быть какая-то логарифмическая связь все что угодно это лишь зависит от того каким образом мы преобразуем наш начальный признак вот так теперь каким образом можно определиться что мы хотим преобразовать какую например степень мы хотим использовать или какую функцию мы хотим использовать смотрите на что мы можем ориентироваться у нас есть такой замечательный показатель как коэффициент корреляции и чем он выше чем он выше тем сильнее связь или по-другому еще можно сказать когда x равен y то есть связь линейная получается вот чем r ближе к единице тем связь преобразает такой линейный характер так вот мы можем преобразовать найти такое преобразование найти такое преобразование которое из нелинейной из вот из нелинейной связи превратит в линейную связь а чтобы вот определиться с каким какое преобразование сделать нам может помочь коэффициент корреляции то есть когда мы смотрите так давайте здесь так когда мы сделали какое-то первое преобразование посчитали r коэффициент корреляции получили какое-то значит потом допустим вообще логарифм взяли и снова посчитали r то есть в итоге по сути дела мы найдем оптимальную функцию преобразования первоначального х которая даст линейную зависимость между преобразованным значением первоначального признака признака и зависимой переменной то есть коэффициент корреляции это просто метод определения наилучшей преобразования то есть помните что наши наши данные наши данные должны то есть каждый в идеале наша каждая переменная должна каким-то образом во-первых должна влиять на y и и желательно чтобы это было линейно чтобы это было линейно если это вносит нелинейно то мы должны сделать преобразование то есть например создать новый столбец с корнем из х1 к примеру хорошо здесь в чем минусы если у вас признаков много и многие из них носят нелинейный характер то мы же по сути вот эти вот преобразования да функцию fxn в новый признак x'n мы делаем руками то есть я к тому что зависимость новую зависимость новую сложно определить сложно руками сложно по времени времени можно все это сделать но у вас то времени нет подбирать идеальную каждую прямую каждое преобразование чтобы перейти от нелинейности к линейности вот такие проблемы когда признаков много становится поэтому здесь лучше будет использовать какой-то принципиальный другой метод например как их называют деревья решений либо можно использовать многослойный персептрон и он вам там с оптимизирует любую прямую вам лишь нужно подумать будет с этими сколько слоев подключить все но функцию он с оптимизирует самостоятельно неважно сколько у вас признаков считается конечно будет долго но вот это руками займет еще дольше хорошо значит так что мы выяснили мы выяснили мультиколинеарность мы выяснили что наши признаки должны быть линейными линейно зависимыми теперь дальше поехали вот с этой вот проблемой да вот когда мы в итоге получим новое новую 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 функцию новую функцию здесь возникает следующая проблема что вот по факту да по факту что произойдет мы построим какую-то новую функцию нелинейную например здесь может быть 5 ну b1 плюс и так далее то есть мы от нелинейности по факту перейдем ой от линейности мы по факту перейдем к нелинейности а вот как это на графике это означает что вот если у нас какая-то вот здесь зависимость которого мы хотим найти да то есть найти коэффициенты b1 b2 в нелинейном варианте это означает что мы начинаем переобучаться мы начинаем переобучаться то есть мы ищем такую зависимость которая идеально пройдет по всем точкам вот что это по-другому еще означает когда мы начинаем вводить разные степени то есть мы хотим максимум мы как бы приближаемся то есть апплексимируем нашу вот функцию приближаемся максимально к тем точкам то есть мы переобучаемся и это плохо и вот здесь есть методы shrinkable shrinkable методы то есть которые скажем так накладывают некие ограничения вот на эти вот большие коэффициенты чтобы не было ограничения называется это shrinkable метод ридж и например глассо есть еще и другие методы но смысл их одна и та же то есть вот ваше есть основное основное нелинейное уравнение которое вы в итоге получили когда вбили новые признаки и к ним вы добавляете допустим ридж и это по сути дела просто какая-то новая функция которая штрафует вот за эти большие коэффициенты чтобы не было переобучения подробнее смотри книжку которую я рекомендовал в самом начале то есть там разобран и ридж и разобран глассо как они действуют в теории просто имейте ввиду хорошо затронули эту тему теперь поедем дальше когда мы в итоге нашли все таки наши прямую да давайте я построю справа прямую и тут поехали какие признаки какой еще проблемой можно столкнуть смотрите мы можем получить неравномерность отклонений на всей длине икса то есть у нас есть какой-то отрезок где вот эти остатки маленькие небольшие и с другой стороны у нас есть другая часть где остатки просто огромные то есть присутствуют неравномерность Эта проблема называется гетероскедатичность. Гетероскедатичность. А мы хотели бы, чтобы была бы гомоскедатичность. То есть, когда и здесь маленькие, и здесь маленькие. Либо здесь большие, и тут большие. То есть, чтобы уровень был один и тот же на протяжении всего признака. По-другому это... Можно было бы еще вот так вот написать. Это тестируется двумя способами. Во-первых, чтобы у нас остатки были распределены нормально. То есть, мы просто строим стандартную эту... Ну, гистограмму. То есть, чтобы было нормальное распределение. Плюс, графически это еще анализируется. Мы строим график. Ну, по сути дела, даже не вот так вот. А, по сути дела, вот. То есть, ну, как будто бы новую овазь. И просто смотрим распределение, чтобы не было рассеяния, а чтобы было везде равномерно. Это графически представлено, как вы можете это сделать. Другой вариант это просто пройти тест Бреша Харальда, по-моему. Тест на гетероскедастичность. То есть, вы меряете остатки и смотрите, как они графически распределены. Чтоб не было там рассеяния на каком-то из отрезков. Когда у вас зависимость только от данного признака, вы можете посмотреть, как остатки распределены сразу на основном графике. Обычно у вас множественная регрессия, вы не можете так сразу наглядно посмотреть, как у вас Y и минус Y распределены. В частном случае, да. То есть, вам сразу видно наглядно. Но, когда вы имеете множественную регрессию, вы вот это уже построить красиво так не можете. Поэтому, отдельно мы строим вот графики. То есть, вот как нормально смотрим, они распределены, не распределены. Там еще, по-моему, можно график прямо вот такой вот построить. Ну, как вот это. То есть, здесь где-то Y среднее. Можно... Можно... Так, давайте... Так, здесь у меня остатки должны быть. Ну, значит, вот это вот по оси Y, вот это вот значение. А здесь... По идее, должен быть Y, X тогда. Ой. Короче, здесь можно остатки. Вот есть такой вот график. Не помню. Который, по сути дела, тоже остатки покажет вам. Посмотрите теорию более плотно. Либо я веду теорию курс на степике. Сейчас что-то я не припоминаю, поэтому оставлю. Либо просто пропустите ваши остатки через тест броши Харрагда. То есть, вот эти рассеивания, естественно, тоже очень негативно сказывается на эффективность нашей модели. Нужно что-то другое лучше использовать. То есть, мы опять не можем по-хорошему экстраполировать на что-то другое. Да даже интерполяция работает ужасно. Хорошо. Значит так, что мы разобрали? Мы разобрали мультиколинеарность. Мы разобрали линейность. Мы сказали, что гетеросказистическую сосатки рассмотрели. Теперь поговорим о том, что наши данные, наши данные, вообще, когда мы начинаем исследовать мир окружающий, да, исследования, сбор данных должны быть независимыми. Независимыми. То есть, наши признаки должны быть независимыми. то есть, вернее, наши объекты с признаками. То есть, не должно быть такого, например, например, вы исследуете ну, допустим, один человек, один человек, не важно что, да, и вы через некоторое время просто раз собрали по нему какую-то информацию, потом второй раз собрали по нему какую-то информацию, третий раз собрали, четвертый раз собрали. на самом деле у вас истина независимая здесь только одно исследование по этому человеку. Все остальные, они зависят от него. От этого человека. И это плохо. В идеале вы должны собирать полностью независимые данные. Я понимаю, что в нашем мире полностью независимые это практически нереально. Особенно на прикладных задачах. Там обычно все жестко друг с другом зависит. Или, например, другой. Самое яркое это вообще кластеризация. Допустим, вам нужно откуда-то данные. Откуда-то данные. Вы можете взять, обратиться к какому сайту с данными и взять и вытащить из них данные. Но это уже кластеризация. Кластеризация. Там же не все данные, там не вся же генеральная совокупность находится. Там кластеризация и еще такая сомнительная кластеризация. то есть вы не можете на самом деле ладно, смотрите, если вы строите именно прогностическую модель, например, или просто посчитать что-то, то есть чисто такой машинный метод, окей. Метод будет работать, он может быть не очень точно работает, но он будет работать, вы его построите. Но если вы хотите сделать какие-то далеко идущие статистические выводы, это плохая идея. У вас большие проблемы потом могут возникнуть, если вы забудете вот об этих проблемах, что ваши выборки независимы, на самом деле не независимы были. Поэтому помните, нужно, чтобы исследование, любой сбор данных происходило истинно независимо. К слову, вот с этим, в этой, ладно, не буду открывать, хотя ладно, открылась таки, ладно. Так, если вы знаете, что ваши данные зависимы, данные зависимы, то можно использовать смешанные регуляционные модели. Вы можете пофиксить кластеризацию, например, вводом нового параметра. Допустим, у вас множество есть данных, множество есть данных, ну, явно кластеризованные, вы можете просто еще один параметр, который указывает, что это было вот кластеризовано по такому-то. Плюс есть такое понятие смешанные смешанные прогрессионные модели, смешанные регрессионные модели. Это которые каким-то образом учитывают, что у вас по факту есть какая-то вот такая штука дополнительная, которая на самом деле также определяет модель. То есть, когда вы будете именно статистические вещи смотреть, то есть, это очень важно учитывая, если вы используете, повторюсь, машинные, ну, просто такой прикладной машинный метод, чтобы просто там что-то улучшить в своем конечном продукте, то вполне можно даже забыть вот об этих недостатках и не использовать никакие смешанные регрессионные модели. Но если вы можете, то лучше использовать. То лучше использовать. Смешанные вот регрессионные модели, они, грубо говоря, вот есть вот наши обычные коэффициенты, да, а к ним добавляются еще, ну, там вот были коэффициенты с b, а тут коэффициент ну, например, z. То есть, здесь просто, скажем так, неважные признаки, неважные признаки. То есть, вот как вот здесь, например, кластеризация и здесь, например, ну, я не знаю, все, что угодно. Да пусть будет папка, папка, так, очень плохо. Ой, пусть будет даже так вот, кантри, кантри ван, это кантри два, кантри три и так далее. То есть, но нас, допустим, кантри не так волнует, мы можем просто в случайные величины перенести. То есть, вот это вот случайные величины. А это то, что нас конкретно интересует. я опять повторюсь, если вы хотите чуть более подробнее об этом и получить, скажем так, первое, более подробное начальное представление, опять же, перейдите к курсу степик, который я в самом начале говорил. Там об этом говорится и показывается, каким образом вы можете использовать. такс, вроде такс, подхожу уже к концу. Все, что я хотел сказал. Что я хотел сказать, сказал вроде бы. Так, сейчас поставлю на паузу, подумаю. Сказал или не сказал? Забыл то самое, самое это-то. Зачем я открывал вот эту вот интересную вещь? Вот то, что я сейчас все говорил, все, что говорил, это так или иначе находит отображение в теореме Гаусса-Маркела. То есть, модель должна быть правильно специфицирована, то есть, должна быть линейность. Все иксы детерминированы и неравны между собой и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, посидите, почитайте. Это все, что я сказал, так или иначе здесь это отображено и по идее даже глубже. Нам здесь самое важное понять следующее, что вот при тех допущениях, которые я говорил, не явным таким методом, да, не правы, то есть, я не говорю, дисперсия ошибок одинаковая и равна, и так далее. Нет. Или ошибки некорролированные. Здесь самое главное, что этот метод наименьших квадратов, он оптимален в классе нелинейных смещенных оценок. второе, вот это можно забыть, здесь самое главное, что это оптимальный метод. Это оптимальный метод, когда мы вот все эти условия учитываем. Да, на практике они практически никогда у вас идеально не подойдут, но вы должны хотя бы знать теоретически, что это есть и снизить, и снизить, 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 снизить недостатки. Как бы снизить неопределенность, что ли, то есть, немного улучшить модель. Вот, пожалуй, так скажу. Ну, пожалуй, вот так. Так, вроде бы я все сказал, что хотел. основные темы, направления сказал. Можно еще сказать, напомнить, что вот это P-V-L, P-V-L, да, оно показывает, что есть статистическая значимость. Не причинно-следственная там, бла-бла-бла, а именно статистическая значимость. То есть, корреляционная. больше. Помните всегда об этом, когда смотрите на P-V-L. Ида. То есть, я к чему это, вот здесь еще, вот смотрите, например, у нас есть призн, да, у которого статистической значимости, как мы видим, здесь нет. Но мы, по идее, еще должны его отдельно посмотреть, как он коррелирует с этим. корреляция, 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 корреляция. Корреляция и прайс, корреляция и прайс. Ладно, сейчас. То есть, по идее, нужно просто еще построить, вот мы построили модель, видим незначим но поскольку вот эта незначимость может скрываться за тем фактом что другие переменные просто определяют эту незначимую переменную поэтому зачастую просто можно построить график корреляции ой найти корреляцию например вай так вай и здесь уже 0 44 то есть присутствует связь не супер сильно но явно присутствует она отнюдь не 0 не крутится где-то возле нуля то есть нельзя нельзя выбрасывать хотя мы здесь получили неоднозначный такой ответ вот такие дела ладно если что-то еще захочу сказать то запишу отдельное видео по регрессе но основные топики я вроде затеял по крайней мере направление обозначил пожалуй пожалуй на этом я закончу see you next time